Если мы вспоминаем, когда после долгих лет проигрыша в хоккее, в чемпионате мира, Европы и Олимпиады, мы проигрывали на протяжении 7 лет. И первое президентство Владимира Владимировича Путина, когда мы, это было до кризиса, когда мы выиграли чемпионат мира, когда мы выиграли Евровидение, вот тогда период становления, что мы начали вставать с колен, мы начали разгибать голову. К сожалению, все об этом знают, что мы очень сильно были зависимы не только от Европы, и, конечно, от Америки, от Международного валютного фонда, от кредитования. И дай Бог Владимиру Владимировичу здоровья, так как он офицер Комитета Губезопасности, я офицер Комитета Губезопасности. Я не подхалимничаю, а говорю то, что этот человек смог мужеством взять, преодолеть. Я понимаю, что короля делает свита, ему, конечно, палки и колес оставляют, но он это сумел сделать, он сумел доказать, что не однополярная Америка, когда она сейчас говорит, что только мы правы, только мы имеем право, недорогой мой, уважаемый президент Америки, не только вы имеете, а имеет на это все. Надо просто садиться и иногда договариваться. А договариваться надо тогда, когда ты имеешь такую же мощь, как и все, сидящие за одним столом. Не может быть руганий. Вы понимаете, что Министерство иностранных дел – это очень грамотные люди, предположим. Иногда я даже сравниваю себя. Смог бы я, предположим, на заседании ОБСЕ вести себя как министр иностранных дел? Скорее всего, нет, я бы встал и зарядил бы кому-нибудь в дыню. Вы представляете, насколько это трудно вести дипломатические переговоры и отношения? Нет, надо договариваться. И вы посмотрите, что сейчас происходит. Американцы нас начали именно в наше время сейчас слушать и уважать. Европейцы начали присматриваться. Ведь что происходило? Великое Отечественное нашло, Европа, Россия и СССР воевала, а Америка что делала? Танцевала рок-н-ролл, пила виски и курила сигары. То же самое им нужна нестабильность в Европе. Что значит нестабильность в Европе? Это значит подряд экономики Европы и России. Тем самым это поднятие экономики Америки и, соответственно, укрепление доллара. Ничего подобного, ребята, давайте мир не делить, а давайте за мир договариваться.